На телеканале Юганск время новостей. Здравствуйте! В студии Дарья Лунькова и в начале о главном в этом выпуске. Герои нефтьюганска в администрации наградили девушку и юношу, которые спасли людей при пожаре. Жить в чистом городе. Куда жаловаться в случае некачественной уборки улиц. Пример уважения и заботы. Кого наградили ко дню семьи, любви и верности. Мониторят ежедневно. За последнюю неделю горожане стали чаще жаловаться на некачественную уборку улиц. Служба единого заказчика рассказала про обработку запросов от нефтьюганцев, как обстоят дела с мусорным вопросом и куда обращаться в случае беспорядка. Расскажем далее в сюжете. В последние дни в социальных сетях горожане стали жаловаться на плохую уборку улиц. На все запросы реагирует служба единого заказчика. Если сообщение поступило вечером, на следующий день до обеда она отрабатывается с подрядчиками. Контроль идет каждый день. Кураторы выезжают, фиксируют какие-то нарушения, выписывают штрафы подрядчику, тем самым мотивируя их на порядочную работу. Там уборка случайного мусора с тротуаров и газонов у нас раз в 10 дней по графику предусмотрена. Каждые три дня очищают урны, а раз в месяц убирают песок от бордюрного камня. 15 июля закончился покос травы. Работа идет с двумя подрядными организациями. Одна отвечает за чистоту в микрорайонах, другая за общественные территории. Каждая бригада работает в своем микрорайоне. Все вот они закреплены. Здесь допустим 5 человек, там в другом микрорайоне 6 человек. Ну то есть зависимо от того, какая площадь микрорайона. В среднем с одного микрорайона вывозят 90 кубов. Это три машины с мусором. Иначе дела обстоят с частным сектором в 11 микрорайоне. За время исполнения моих обязанностей была одна жалоба. По 11 микрорайону там открылась детская площадка новая. И буквально за одну ночь мусора было столько, сколько у нас на центральной площади нет дня за три. Глеб уже четвертое лето подряд убирает улицы. Признается, что больше всего он скапливается на детских площадках. Мы ходим, стараемся, работаем. Бывает, просто через два часа приходишь, мусор, гора опять же. Люди просто не могут спокойно дойти до мусорки. Если бы было больше добрый пожарочных жителей, город был бы чище. Отметим, все жалобы на беспорядок фиксируются в системе мониторинга «Инцидент-менеджмент» и направляются в администрацию. Также горожанам можно позвонить с обращением в единую диспетчерскую службу по номеру 310-118. Алина Ширина, Рамиль Аскаров, телерадио компания «Юганск». Было страшно не за себя, а за людей. Это слова нефтеюганских подростков, которые помогли разбудить и эвакуировать людей при пожаре. Который произошел в седьмом микрорайоне. За проявленную смелость молодых людей наградили в администрации города. Варвара Ачина и Данил Рузанов, выпускники 4-й кадетской школы, когда случился пожар, прогуливались в седьмом микрорайоне вместе с другом Михаилом Дементьевым. В один момент наш друг Миша увидел, что подъезд горит уже прямо настоящим пламенем, то есть козырек подъезда. Мы очень сильно испугались, но ни на секунду мы не остановились. Сразу же Варвара с Мишей побежали к подъезду. Я немножко подзадержался для того, чтобы посмотреть номер дома. И тут же по пути звонил в МЧС, вызвал МЧС. После этого мы начали долбить, бить сильно в окна, чтобы разбудить людей. Ребята не растерялись и за короткое время постарались разбудить всех жильцов дома. С первых этажей, со вторых кидали камушки маленькие, настолько сильно стучали, что у одних людей чуть-чуть стекло, аж это треснуло. Потом вспомнили, что у дома есть другая сторона, нежели подъезды. Побежали туда, уже там начали стучать, и там уже люди сидели на подоконниках со свешенными ногами. Пока ехали огнеборцы, принимали от людей домашних животных вещи, документы. В итоге ни одного пострадавшего. Грамотные действия ребят уже отметили в МЧС и пригласили в администрацию. Мы старались спасти людей. Это было здорово, это было действительно хорошо. И самое главное, что ваши действия оказались очень эффективными. Никто не пострадал. Самое важное, что был сохранен не только здоровье людей, но и их кровь. Молодцы. Михаил Дементьев не смог прийти на награждение. Варваре Ачиной и Данилу Рузанову вручили благодарственные письма и памятные подарки за проявленную смелость и помощь землякам. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Куда иголочка, туда и ниточка. Так про свою семью говорят супруги Башлыковы. В День семьи, любви и верности им и еще трем городским парам вручили федеральную общественную награду. День семьи, любви и верности – праздник для России молодой, но уже с традициями. Каждый год самые крепкие и дружные семьи города награждают и благодарят. У вас такой опыт жизненный, большой. Но, наверное, самое главное – опыт в том, как сохранить любовь, как сохранить верность друг к другу, как пронести то чувство, которое вы, будучи молодыми, зародили между друг другом через всю жизнь. Медаль «За любовь и верность» – это федеральная общественная награда. Ее вручают семьям с долгой историей семейного союза, с крепкими отношениями и детьми, воспитанными в добре и уважении. В Нефтьюганске проживает много семей, говорящих на разных языках. Но независимо от национальности, семейные ценности и традиции хранят в любой семье. Приглашаем семью Париевых, Нурмухамеда Гамзовича и Ханису Кабировну. За наградой вышли и супруги Башлыкова. Иван Васильевич и Дарья Сергеевна познакомились в Башкирии на одном из комсомольских вечеров. И вот спустя 51 год семейной жизни обогатились на двоих детей, трех внуков и трех внучек. Куда иголка, туда и нитка, а где нитка, там и иголка. Кто из вас кто? По-моему, очаг – это держит супруга. Весь семейный очаг, много друзей. Это все ее прихоти, все ее. Самое главное в жизни – это наши дети. А я только поддерживаю. Дети, внуки – это, я считаю, что это самое главное. И самое главное, чтобы было здоровье. Всего в этом году медаль за любовь и верность получили четыре нефтеюганские семьи в завершении торжественной встречи фото на память. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». В Нефтеюганске появилась уникальная музыкально-развлекательная радиостанция. Наша компания запустила в городской эфир новую волну. Радио-сити «Нефтеюганск» – это музыкально-развлекательная волна, песни от отечественных и зарубежных исполнителей, современные ретро-хиты, а также новости со всего мира, астрологический прогноз, конкурсы, актуальные интервью и хит-парады. Для настройки выбирайте частоту 102,9 FM диапазона. Далее выпуски о других новостях этого дня. В Югре стартовала, пожалуй, одна из самых масштабных избирательных кампаний в истории региона. В сентябре югорчане будут выбирать депутатов от городов и районов до Государственной думы, а также глав нескольких поселений. Конференцию провели, чтобы утвердить списки кандидатов на эти должности от «Единой России». Выступая перед участниками конференции, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что за пять лет в Югре сделано очень много, однако впереди ждет не меньшая работа. «Принимая ответственность за реализацию программы региона, считаю правильным принять участие в выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры в составе кандидатов от партии «Единая Россия». Надеюсь на вашу поддержку». Участники конференции единогласно поддержали решение главы региона. По их мнению, в составе такой команды и с таким лидерам удастся наиболее плодотворно притворять в жизнь позитивные изменения. Команда развития Югры займется реализацией карты развития региона. При этом глава региона обозначила, что на карте есть место и для небольших решений, от которых зависит качество жизни на местах, и для больших инфраструктурных проектов. «В числе актуальных задач – ликвидация аварийного жилья, развитие транспортной системы, приведение в порядок муниципальных работ, повышение доступности, о чем я говорила, чуть выше, и качество работы учреждений здравоохранения вплоть до ФАПов. Цифровая трансформация, создание новых рабочих мест – это приоритеты команды развития базис устойчивого развития нашего региона». Карта развития Югры – программа, которая объединяет в себе проведение открытых встреч, форумов с целью сбора предложений по развитию региона, повышению качества жизни от жителей и открытый интернет-ресурс – технологическую платформу, куда может зайти каждый житель региона, оставить свое сообщение о проблеме, ознакомиться с результатами. Особая роль – формирование карты, развитие и реализация. В предложении югорчан отводится муниципальной власти. Местные депутаты, как никто, понимают реальные запросы населения. Стратегия команды Югры в том, что общий ресурс всех ее участников будет направлен на решение той или иной проблемы. «Отдельно хочу обратиться к кандидатам в депутаты представительных органов местного самоуправления. Вы самая близкая к людям власть. Каждый вопрос, который ставят люди перед конкретным депутатом, это задача всех депутатов». «Команды, мы будем говорить, максимально можем использовать тот потенциал, когда общаемся с большим количеством наших людей, наших югорчан, наших избирателей потенциальных. И те проблемы, которые возникают, и те вопросы, которые хотят решать, они получат более широкое восприятие со стороны нашей команды и дальнейшее их решение». «Очень процентов всех вопросов решается на муниципальном уровне. Поэтому задача власти любого уровня, как законодательной, так и исполнительной, помогать муниципальной власти, потому что это власть шаговой доступности. И здесь нужна солидарная ответственность всех этих властей, законодательной и исполнительной власти, потому что работа на результат». Кроме того, на конференции утвердили кандидатов от партии, которые идут на выборы в окружную думу по одномандатным избирательным округам. В тайном голосовании приняли участие делегаты из 22 местных отделений партии. «На сегодняшний день у нас очень многоуровневые выборы и депутатов Государственной думы, Окружной думы, Теменской думы, в 15 муниципалитетах. И каждый вопрос, который задаст югорчанин, он становится как раз задачей для решения всей команды, то есть всех депутатов. Вот как раз в этом суть нашей командной работы. Я считаю, что как раз мы выбрали лидера, списка лидера команды Югры, губернатора Натальи Владимировны Комарову, и вместе будем решать те задачи, которые перед нами ставят югорчане и ставят жизнь». Какой летний отдых на природе без шашлыка? В Международный день жареного мяса мы узнали у нефтьюганцев их семейные рецепты. Как выяснилось, главный секрет в правильном маринаде. «Мужчины в основном очень вкусно готовят, и я думаю, все-таки это дело мужчин». «А вы сами готовите шашлык?» «Шашлык очень редко». «Как маринуете?» «Маринуем мы обязательно, чтобы был лук, зелень, специй побольше». «Просто беру мясо, нарезаю не на очень маленькие кусочки. Потом это лучок, побольше лучка. Все это солю, перчу, перемешиваю. И периодически через каждые 2-3 часа вытаскиваю, надавливаю руками мясо». «А там шашлыки со всей семьей». «А как маринуете? Что там? Лук, майонез?» «А лук, уксус и майонез с кетчупом. Вкусно. С овощами еще. Перец болгарский, помидорчики». «Побольше лучка, специй побольше. Главное, чтобы вкусно пахнет. На вкус немало кто его знает, на вкус настоящий. А вот как он пахнет, люди первое, что ценят». «Как готовите шашлык? Как маринуете? На каких углях?» «Я готовый покупаю». «Ой, я не готовый. У меня шин готовит». «Покупает в магазине, да и потом надо встать». «Вкусно получается?» «Да». «Вкусно получается?» «Ну, нормально». «Готовите на чем? Решеткой или шампурой?» «А и так, и так. И решеткой, и шампура, и гриль. Шампуры, конечно. «Почему?» «Традиция, она вкуснее, переворачивается. Атмосфера такая». «На решетке, на решетке». «Почему? Удобно?» «Ну, так удобнее и вкуснее, как тем, что достается весь сок внутри». «Ай, извините, я лучше кто-то приготовит, я там поем, а я зам не мариную». Выпуск завершает наша постоянная видеорубрика «Окно в город». «Окно в городе», «Окно в городе», «Окно в городе». «Окно в городе» На этом все. Всего вам доброго и до встречи в эфире.